Здравствуйте, это видео для тех, кто интересуется вопросом, стоит ли купить китайский впускной коллектор автомобиля, насколько они надежнее и будут ли вообще работать. Сразу скажу, что лучше, конечно, купить и поставить в оригиналь, но китайский бюджетный вариант и несколько раз дешевле, чем оригиналь. Существуют разные мнения. Некоторые вам скажут, что вообще не стоит устанавливать впускной коллектор китайского производства, потому что они не будут работать. Но факт то, что я установлю и работает нормально. Только есть определенные неуянские, которые нужно учитывать во время установки. И я поговорю о примере коллектора для автомобилей концерна VAG. Я купил этот коллектор на Алиэкспресс без датчика. Купил вот такой, а китайцы прислали вот такой. Но беда не в этом. Некоторые мне сказали, что лучше даже вот такой вариант. Во время установки важно правильно установить датчик положения заслонок. Но этот факт важен не только для китайских, но и для оригинальных коллекторов. Если датчик будет установлен неправильно, снова вам придется снять коллектор. Установить датчик правильно можно только с помощью компьютера. И если вы не разбираетесь в этом, лучше тогда не трогать и начинать делать это дело. Как правило установить и настроить датчик я скоро покажу в другом видео. Другой важный момент состоит в том, что некоторые отверстия вам придется пересверлить и расширить. Даже не исключено, что некоторые отверстия даже будут широкими. И придется применять герметик, чтобы потом двигатель не подсосывал воздух. Вот так мы расширяли отверстия. И лучше это сделать вот таким специальным инструментом. По-моему это называется фрезер. Чтобы потом не получить трещины. Если на коллекторе проявятся трещины, тогда вам не избежать ошибки, пропуски в цилиндрах. И это конечно нежелательно. Еще другой немаловажный момент перед установкой. Вам придется обратить внимание на заслонки. Если они выступают за корпусом коллектора, тогда придется поправить края заслонок острым ножиком. Этот момент важен для того, чтобы заслонки должны свободно вращаться и не задевать на корпус блока цилиндров. После установки на моем автомобиле, китайский коллектор работает отлично. Пропала ошибка 2015 и пропуски в цилиндрах. Ссылка где можно купить китайский коллектор будет в описании этого видео. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...